Алтайский край в числе лидеров. Только в этот раз радоваться нечему. 19 мест в списке субъектов России по материнской смертности. 9 случаев летального исхода от коронавируса и 2 от прочих заболеваний. Итого минус 11 жизней судеб. Между тем, даже половина беременных в регионе не вакцинирована от ковида. Показатель привитых едва перевалил за 38%. Накануне вопросы, связанные со здоровьем детей и их мам, обсуждали профильные врачи края. У нас привито примерно процентов 45 беременных по нашему муниципалитету. Вот поэтому, хотя те, которые женщины не привиты, у нас есть примеры, которые очень тяжело. То есть за них сейчас борется 5-е городское отделение реанимации. Вот такие примеры есть. А поствакцинальных осложнений нет. Среди основных причин летального исхода, будь то от коронавируса или других заболеваний у беременных и молодых мам, врачи называют позднее обращение женщин за медпомощью. В стационар они поступают в крайне тяжелом состоянии. По этой же причине в крае погибли 6 детей. Это на 2 случая больше, чем в прошлом году. Еще 17 детей погибли в ДТП, 10 от различных травм, 8 утонули, 4 случайно отравились ядовитыми веществами. В крае зарегистрировано 4 случая самоубийства и 166 попыток покончить жизнью, что на полсотни больше, чем в прошлом году. Что касается младенческой смертности, то ее удается сдерживать. Впервые за 5 лет медицина пришла к минимальному показателю. И все же наибольшее количество младенческих потерь зафиксировано в районах – Каменском, Рубцовском и Славгородском. Сейчас мы обязаны более точечно, вдумчиво понимать каждую причину детской потери, для того, чтобы не допускать дальнейшими профилактировать ненужные ситуации, как в плане организации медицинской помощи, так и в плане наших, большей частью. Это касается педиатрической службы необходимых взаимодействий с субъектами профилактики, то есть это и образование, и социальная служба, и комиссия по делам несовершеннолетних. На коллегии напомнили и о предстоящей детской вакцинации. Двукомпонентный спутник М в регион поступит на днях. Прививочная кампания, по словам докторов, еще один способ предотвратить детскую смертность. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком.